приветствую всех вас наши дорогие директора наши будущие директора директора проекта партнер вот настал мой час мой дебют которого наверное многие ждали я тоже очень ждала ну и начать свое выступление я хочу из притчи о человеке и мире однажды когда был серый дождливый день мальчик по имени пэт на улицу не пошел и все время мешал папе который был психологом и писал доклад он все ходил возле папы ходил мамы не было он мешал папа не знал как уже отделаться от своего ребенка и тут он придумал одну фишку что дай-ка я его завлеку хотя бы на полчаса мне как раз хватит он со старых журналов взял вырвал карту мира разорвал на мелкие при мелкие кусочки и сказал если ты соберешь эту карту как было я тебе дам денежку на мороженое ребенок ушел комнату папа довольны садиться писать доклад и так не проходит и 5 минут ребенок приходит с готовой картой папа в шоке взрослому человеку понадобилось бы неимоверное количество времени а тут ребенок за пять минут ставил как ты это сделал как ты это смог папа с обратной стороны было изображение огромного человека я перевернул все картиночки собрал человека если человек правильный твой мир правильный папа довольный дал ребенку деньги на мороженое а сам понял какое у него будет название доклада если человек правильный твой мир будет правильный в этой истории есть очень ценный урок если вам не нравится ваш мир начните менять из себя и мир тоже изменится если вы будете в порядке окружение будет порядке дела ваши будут порядке и все у вас будет в порядке не просто так и подобрала эту притчу потому что она полностью про меня ну как вы все знаете зовут меня ольга карпович я старший директор компании фаберлик компании фаберлик я уже давненько но сейчас более подробно директора у меня нет сейчас на этот момент я уже понимаю немного свою ошибку ну долго к этому шла у меня в основном консультанты 369 прошлом каталоге как вы все знаете 12 открылся хорошие меня покупатели в основном все знакомые друзья структуре 670 человек активность 30 33 процента это вполне хорошая активность спасибо но знаете что я заметила что делает всегда заказы ровно одна треть консультантов и вы потом увидите в следующих слайдах и так родилась я небольшой деревне у нас есть все что не во всех городах было но в семье обычных колхозников мама уборщица папа тракторист потом его не знаю за какие заслуги повысили до за фермой но мне даже как говорится никто не говорил что я там буду даже тем учителем потому что у нас в роду не вообще ни у кого не было даже средне специального образования про высшее я уже молчу может быть вдохновила меня моя учительница начальной класса я четвертого класса решила что я буду учителем никто не верил честно итак самым большим мотиватором у меня была моя мама вы скажете это круто но мама меня была мотиватором с другой стороны я всегда слышала ты не будешь учителем у тебя руки не такие уши не такие да и вот это все развило у меня очень много комплексов с которым я избавилась 25 лет до 18 лет я была забитым ребенком таким утенком который был приложением подружки маме и вот именно целеустремленность что я сама после 11 класса поехала поступать финский колледж сама поступила на бесплатные ну давали общагу сама отучилась сама потом нашла работу и в итоге именно в колледже я поняла что таким человеком быть нельзя на тебе будут все ездить все сидеть все будут тобой пользоваться и начала я меняться именно в колледже затем может быть если бы я осталась по распределению городе может быть и у меня и по-другому сложилось но я попала опять деревню по распределению опять то же самое и так пошло как как у всех вышла замуж за деревенского хлопца это говорится но еще меня была одна цель с детства я сказала я никогда не буду жить в деревне никогда и так как я знала свою маму ну мужа мамы не знала тоже сказала не хочу жить с родителями в итоге мы сняли квартиру и я могу с гордостью сказать что я со свекровью жила первое время три дня и этого хватило после свадьбы затем мы снимали квартиру и тут одна работа работы постоянно мне не было у меня всегда была замена декрета одну работу сменила вторую работу сменила третью пола сетевую компанию которую все знают но там я была только продавцом слышала про сети про заработок что-то строила но была только продавцом за это время я поступила минск в университет максима танка закончила не сказала я учитель начальный класс английского языка и истории 8 лет училась ровно и так сижу я в одноклассниках как обычно и тут мне пишет оксанка фотография с журнала начинаем мы общаться то все узнаю я эту оксанку оказывается это оксана богданович которая училась тоже пинске колледжем мы с ней два года жили друг напротив друга в общежитии она мне даже помогала писать урок математики это уже помню и сейчас я реально понимать что если бы мне кто-то написал другой я бы никуда не пошла и ни на что не согласилась просто я знала оксану и так оксана но это школа моя 8 лет как я уже сказала работала выпустила три класса два из них уже выпустились это выпускники последний четвертый а в гимназии сейчас 11 классе я наверное сейчас рассказываю вы все думаете на ней о себе рассказывает она рассказывает непонятно о ком и так я развеяла сомнения родственников поступила выучилась вышла замуж работа вроде бы есть квартиру мы уже на то время построили благо дают кредиты в малых городах вроде бы работа не хочу получила первую категорию но я не могу сидеть на одном месте и отправляли меня с гимназии на курсы митвен и инновационных технологий и так далее ну как-то не могу они отправили но применение нигде ничего не видит и тут как раз вот как я уже сказала оксана меня на нашла мы сразу же созвонились сначала как всегда про общее и так далее и тому подобное и она рассказать что на директор компании куберлик недавно приехала из египта не офис у нее машина и так далее и тому подобное я понимаю что у нее есть у меня в принципе ну квартира кредит все больше ничего нет она меня сразу просекла и выслала мне то не только каталог но выслала кучу пробников кучу брошюр кучу всего чтобы я познакомилась потом буквально через пару дней я к ней приехала в гости в офис ну вы все знаете какой оксаны был первый офис до цент косметики фаберлик познакомила она меня с продукцией и знаете меня зацепила мне конечно повезло что у меня получилась подружка которая жила в пинске оксана уже в то время проводила тренинги и она быстренько оксана и и зацепила и я делаю 100 баллов как обычно тут смотрю не 400 у меня вот оксана мне начинает объяснять что там же то они у тебя регистрируют они тебя обгонит вот когда я скидка началась делиться неровно тогда я поняла что 1 я на своих 100 баллов не уеду тут оксана правдами неправдами приглашает меня на форум буквально через месяц после регистрации ой не сказала зарегистрировался 18 июня 2011 года то есть как вы понимаете я в компании уже нормально ну я же простой учитель откуда меня деньги на форум да еще в москву а компания паберлик тогда первый раз проводила в числе 15-летие компании форум открытый для всех даже для консультантов ну оксана же она же вам сказала смотрит на перспективу я тело одолжу отдашь когда будет все не вопрос главный муж отпускает итак мы уехали мы приехали вот которая фотография слева с донтами это вот именно тот форум нас было много это было очень давно ну как вы видите знакомых там почти нет вот вот заметьте 2011 год поэтому как вы видите лидеры уходят и приходят остаются те кто смотрит на перспективу и так если вы думаете что работать по берлик это легко особенно учителю как вы понимаете нас этому не учили и на тот момент не было ютуба ну правда скажу вам честно я нашла что я зарегистрирована в ютубе 2012 года представляете чтобы у меня там сейчас творилось если бы я работала работали мы в одноклассниках почему потому что вот когда форум почему нужно ездить люди делятся своими наработками несмотря на то что это другая структура это вообще другая страна и там нет честно не помню кто какая-то девушка даже может какой азербайджаном просто рассказывать как она работа в одноклассниках вот и все я приезжаю из форума очень хорошо помню меня основная страничка ноябрь 2011 все меня там всегда можно найти там правда почти 5000 друзей но меня там всегда можно найти и понеслось ну работала как я работа вторая работа ну поспать и тут оксана на меня открывай офис открывай офис открывай офис ну как же я открою меня работа это же невозможно но сейчас я уже знаю что нужно всегда ждать толчка то есть волшебного пенделя он у меня был тогда когда я просто иду по городу идет девушка и вручает мне каталог фаберлик я сразу такая не поняла а вы откуда а мы с березы там я звоню оксане она говорит а ты сиди дальше думай тот же день я иду открываю ип как оксана и говорит это максимум полтора часа открываю ип и начинаю искать аренду аренды не найти благо у нас есть немного лояльность первые три месяца у меня офис был на дому а затем я нашла аренду и офис у меня там же по сей день 5 июня очень хорошо помню у меня мои дети сдавали экзамен гимназии 2012 года я открываю офис уже с арендой тоже сказать что легко не скажу потому что аренда я всего лишь работаю учителем до директора еще очень далеко но как-то крутились муж сказал работой но денег семьи семейный бюджет семейный бюджет как-то работали и в итоге через полгода я увольняюсь из гимназии и начинаю работать только на офисе и так первого марта 2013 года я уволилась из гимназии и на свое день рождения почти у меня 2 апреля а 31 марта я закрываю звание директора спасибо ну как видите долго я сидела в кресле директором это же это директор это же не учитель можно посидеть вот это форум когда нас награждают я думаю я уже похожая и сразу же я уже давно мечтала открываю второй офис в июне белозерске это 40 километров от меня машины у меня нет есть один автобус который идет два часа утром обратно ничего нет ну что ты сделаешь пришлось один день потратилась поискала аренду так я и открылась правда я попала в тоже акцию открытие новых территорий и получила премию на тот момент 8 миллионов это очень хорошая премия даже сейчас на тот момент это были очень хорошие деньги и так получилось что я получила и премию и директорский бонус и что вы думаете куда бы вы это все потратить а я уехал путешествие директорами я никогда нигде не было никто ни слова мне не сказал что там это день это своя и заработала честно и тот момент это была реально крутая поездка пять стран прибалтика это это уже директор вот кстати отвлекусь на секундочку значит это я закрыла звание директора три тысячи сто семьдесят восемь баллов семьсот девяносто семь человек в структуре количество консультантов восемьдесят три то есть восемьдесят три всего лишь сделала мне директор зато активно смотрите 10 это вообще то есть держалась структура всегда на одних и тех же итак швеция норвегия финляндия литва латвия это вам просто не передать неделя целую неделю мы были с директорами вот эта нижняя поездочка оксана с вами там тоже были первый раз увидела море правда хотя это был и конец апреля но это прибалтика там было холодновато но все равно море другая страна другие люди ну это просто нужно почувствовать это не передать итак продолжаем дальше поездила я поездила автобусом заработала кучу болячек от которых потом папа избавлялась ну понимаете какая у меня была следующая цель машина но так как у меня муж с машинами не дружит я понимала что не нужна такая машина чтобы она не ломалась то есть чтобы я себя и завелась и все поэтому я купила себе это на благодарности получать это мои офисы это начало оксана была на открытии это потом а это сейчас директор которого как и пока еще не порвали вот если купила машину через год после увольнения со школы на день учителя очень хорошо помню за 8000 долларов новенькую почти конечно но в области такой не было почему потому что коврики невозможно было найти потом я узнала что это не сам пикса это такая пробный вариант их очень мало тем более в беларусь но зато эта машинка отпахал я бы на ней может еще и дальше но об этом история умалчивает потом на 10 лет совместной жизни с мужем нам меня муж ну зарегистрирован компании но семейного контракта нас нету как это получилось что ольга мороз нас региональный менеджер позвонила мне и предложила может вы хотите с мужем поехать во францию потому что я уже записала ну если можно он у меня не со мной грубо говоря она да конечно можно отлично это нас как раз 10 лет совместной жизни и мы поехали сейчас немножечко вернусь обратно во францию тоже на неделю тоже с компанией faberlic правда называлась путешествие наше французское путешествие но мы побывали и в бельгии и в голландии и еще не помню где в общем в этих поездках есть только один минус что 7 дней а ты столько городов столько стран запомнить все невозможно но что самое интересное ночи бессонны потому что приезжаем поздно выезжаем рано но это ничего не чувствуется итак засиделась я в директорах решила ну правда если вы все знаете старшего директора я закрыла опять же сделал себе подарок на новый год итак закрыла я звание старшего директора в этом году то есть мне пять лет понадобилось спасибо пять лет понадобилось чтобы старший директор как еще раз говорю у меня директоров нет меня просто процентники и консультанты но обратите внимание на отчет значит пять тысяч шестьсот шестьдесят семь если помните там было почти 800 то есть консультантов ленивых удалили зато 207 делают заказы 3103 и вот это самая хорошая активность то есть 30 31 33 это хорошая активность и как вы видите ну чуть меньше 1 3 667 207 но зато если там было новых консультантов если кто заметил 7 здесь уже 85 а почему потому что ко мне пришли мои лидеры и сейчас я них расскажу чуть подробнее только в этом году феврале я переоформила офис белозерск то есть больше четырех лет два года я ездила туда автобусом два года машина и ездила белозер за 40 километров поэтому если вы считаете что у вас есть какие-то там трудности что-то где-то и у меня было два офиса четыре поставки куча возвратов но не было работа и в своей жизни если кто-то особенно с гимназии когда приходит то что ну как ты жалеешь я жалею только об одном что я не уволилась сразу когда у меня доход по берлик сравнялся с доходом в школе потому что я понимала что я очень много теряю но как ксюша говорила я работала только в сети одноклассники это на продукт а в основном и работала на земле извините что-то за офис когда люди как не придут а он закрыт 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 график работ с 18 и 20 до 20 и 20 вот так я работала когда я работала от слова рад и сейчас у меня существует очень хорошая поговорка восемь лет училась восемь лет работала я отдала свою дань итак февраль я переоформляю офис это подождите а в принципе можно это сразу после старшего директора мужу стало тесно моей машине он давай подыскивать ничего мне не говоря новую машину это было прошлым летом берем новую машину моя машина мне устраивает я же ее выбирала чтобы она была хорошая ну может быть знакомые немножко его подбодрили потому что как это так директор да на такой машине хотя моя машина меня полностью устраивал и так он мне сказал что я тебе нашел новую машину салона называется рено captur как вы понимаете я очень их разбираюсь сказал залезь в интернет выберите я конечно выбрала белый потому что во первых я вообще таких машин не видела так как та машина была единственная в моем городе и в области это тоже была единственная 2017 год позвонили договорились итак я еду покупать новую машину за три дня вы не поверите там сумка полна денег я очень жалею что я сфоткала только доллар мы объездили все банки бреста чтобы поменять деньги потому что ну не хватало наличности а нужно было платить белорусскими итак у меня на старшего директора новая машина салона 2017 год вы не поверите в сочи ко мне девочки подходили и спрашивали а ты честно на деньги фаберлик купила машину никто не верил ну это муж пьет кофе мальчик кстати консультант в шоке от справки о доходах которую я предоставила что я сделала конечно мы всех подписываем я его не подписала но мы ездим туда на техобслуживание он нас помнит очень отлично да итак офис белозерск я переоформляю на девочку которая поставила цель я ее знаю давно света побот она должна была сюда приехать но заболела я ее знаю давно мы учились в одной школе она на пару лет меня младше я ей сказала делаешь 600 баллов мы на тебя переоформляем офис ей конечно понадобилось полтора года на это потому что у нее и деревня и трое детей и куча всего но каждый работает своим темпом офис белозерск в надежных руках и тут объявляется конкурс открытия новых территорий в 2018 году как раз у меня в гостях была Ольга Сенькевич которую я думаю вы заметили на первом слайде если не заметили которую я знаю уже очень много лет мы с ней вместе работали на нашей первой работе и она говорит я очень давно хочу быть похожей на тебя я хочу офис в чем вопрос сейчас акция но где же тебя посадить но где же тебя посадить и где-то раньше я очень часто вспоминала такой город береза потому что у меня там есть консультанты там неудобный график работы мой муж Коля сразу так что вы берите березу я на Олю говорю Оля ну я ездила 40 километров ты поездишь 50 тем более у тебя новая машина моя она купила мою старую и так Оля уже с 1 марта ездит в березу очень быстро если я не ошибаюсь на второй месяц она сделала минимальный товарооборот офиса и целенаправленно идет к своей цели если есть ведь дальше через сообщество на меня выходят такие девочки как Елена Рассолька как Нина Довальцова как Ира Цверко они все приходят из потребителей один раз в жизнь каюсь я вышла с промо стойкой давным-давно и тут ко мне подошла знакомая с которой мы тоже вместе работали разговорились это Потапчук Галина сейчас она 9% то есть у меня все мои лидеры растут из знакомых или же из постоянных покупателей которые по-моему если я не ошибаюсь Ира Цверко тоже меня нашла в соцсетях вот то есть они сами выходят вот поэтому можно сказать что на самом деле я росли из потребителей и я никого никогда не заставляю просто рассказываю суть и говорю вы если не хотите потом жалеть это ваше дело но вы думаете что компания растет с каждым днем вы видели когда у вас есть регистрации две в один день вы видели разницу между консультантами по десять по двадцать тысяч за один день вы представьте поэтому нужно начинать именно сейчас и так ну это я уже в современности фотосессию по указу Оксаны Богданович это кстати специально за прошлый каталог пять тысяч восемьсот девяносто три ОЛГ консультанты какие-то ушли какие-то удалились кстати это очень хорошо что сейчас перепись населения удаляю то есть нас нету таких которые дают только данные 218 значит активность 33 78 и заметьте сам никуда не уедешь нужно искать лидеров то есть все должно расти внутри потому что это не значит что если вы нашли лидеров вы уже все довольные лежите на диване как видите мы все на диванах вообще почти не лежим итак 2018 год у меня хороший доход если кто вспомнит в телеграме я за прошлый каталог скидывала хорошая машина квартира хоть и однокомнатная но своя с хорошим ремонтом муж который со мной не в бизнесе но который меня поддерживает помогает надо мне мебель пожалуйста надо мне что-то привезти пожалуйста и у меня в команде уже много родственников которых раньше не было именно родственников друзей одноклассников просто коллег и даже сейчас вам покажу это это мой выпуск книг и первые и даже у меня в структуре появляются мои дети их родители поэтому а почему потому что все в окружении должны знать что вы строите бизнес фаберлик чтобы никто никого нигде не искал ну как вы поняли у меня в семье предпринимателей было очень много да как вы поняли выросла я в обычной семье в деревне я ходила в обычный детский сад в обычную школу а вы скажете как же мечта быть учителем а я от нее не отказалась моей структуре очень много людей для которых я являюсь наставником для которых хочу быть наставником чтобы именно быть примером чему я стремлюсь как конечно получается но стремлюсь вот мои выпускники где я наверное чуть-чуть выделяюсь мне эта фотография очень нравится и так как вы видите все возможно только один совет не сидите столько лет сколько сидела я спасибо хочу сказать конечно оксане за такую идею за создание проекта она мой наставник наш наставник наш мотиватор я думаю это все заметили спасибо команде хотя она и небольшая но молодцы что приехали и хочу сказать спасибо вам всем чтобы несмотря на то что там холодно там дождь дома на диванчике лучше некоторые вообще я просто не знаю прям низкий поклон за то что приехали с другой стороны это прям неимоверно и закончить свое выступление я хочу выражением которое я нашла конечно недавно но оно прям меня наклеено повсюду не сдавайтесь никогда 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 и никогда ни в великом ни в малом ни в важном ни в мелочах если это не противоречит чести и здравому смыслу все спасибо за внимание только вперед спасибо 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 спасибо